Сегодня городской суд Астана отклонил частную жалобу юриста Антона Фаброва, который обжаловал в суде за предвижение демократический выбор Казахстана. Что ДВК разжигает социальную рознь. Но в решении суда не указано, между кем и кем. Подразумевается, видимо, между населением и властью. Но, извините, это не социальные группы. Власть, население, это тоже не социальная группа, это народ. Просто народ состоит из нескольких разных социальных групп. А власть, это слуги народа. О том, насколько велики шансы, что движение демократический выбор Казахстана перестанет быть в Казахстане экстремистским и запрещенным, это мы обсудим прямо сейчас. А поговорим мы с лидером этого движения, Мухтаром Аблязовым. Здравствуйте, Мухтар Кабулыч. Как вы думаете, какова вероятность, что ДВК могут вывести из-под запрета в Казахстане? Здравствуйте. Никакого решения положительного суда не будет. Не для этого принимала аккорда личности, в частности, сам Назарбаев, чтобы каким-то образом легитимизировать. Очевидно, что решение всегда будет отрицательным, потому что в нашей стране оппозиционные партии не регистрируются, а если те, которые есть и называют себя оппозиционными, это они находятся под пятой властью, и это подставные организации. Поэтому это решение любое очевидное. А вот сегодня рассматривалась жалоба на решение суда о признании демократического выбора Казахстана экстремистской организации. Как вы думаете, если еще с десяток граждан, юристов, может быть, правозащитников подадут подобные иски, изменит ли это ситуация? Кто бы ни подал, ничего не изменит. Тем более, что в самом судебном решении, как я понимаю, звучало, что право на апелляцию был один месяц. Это решение принималось с 13 марта, и срок давно уже истек. И поэтому эта нынешняя апелляция, это просто постановка спецслужб, чтобы легитимизировать, сказать, что вот люди подавали, есть судебное решение, оно было использовано, суд принял решение отрицательное и признал ДВК экстремистской организацией. Поэтому, кто бы ни подавал хоть сто, хоть тысячу, решение будет однозначно такое, которое было принято. Это незаконное решение, нарушает международные договора, которые подписал Казахстан, нарушает казахстанские законы. А сейчас идет игра, попытка, используя этого юриста Фабрия, выдать апелляционное решение и сказать, что вот видите, казахстанский суд все решил. Поэтому это не имеет значения, сколько человек подаст в суд. А то есть вы действительно убеждены в том, что вот этот юрист Фабрия является такой разменной монетой, то есть выполняет заказ власти Казахстана. Так получается, что ли? Я не знаю его, насколько сам он лично искренний, но знаю, что его используют точно. И вы знаете, что Бюро Жоптеса, Бюро по правам человека, попыталось получить это решение, и суд отказал, ссылаясь, что они не являются участниками этого процесса. А тут чудесным образом появляется некий юрист Фабрия, подает иск, чудесным образом ему дают в руки документы, и чудесным образом это решение становится легитимным, публичным и так далее. Такого не бывает в нашей стране. В нашей стране ничего не дают, и это Бюро Жоптеса убедилось на своем собственном примере. Поэтому я говорю еще раз, не зная искренние мотивы самого юриста, но то, что его используют, это факт. Давайте немножко поговорим о самом движении демократический выбор Казахстана. Вот после того, как его признали в Казахстане экстремистским и запрещенным, вот стало ли у вашего движения после этого меньше или наоборот больше сторонников? И вообще в какой период переживают в настоящее время ваши движения? Демократический выбор Казахстана сейчас только набирает оборот. Власть своим запретом только усиливает развитие нашего движения, потому что свой запрет, она сопровождает огромные агитационные работы во всех регионах Казахстана, в учебных заведениях, запугивает людей. Для того, чтобы эту власть поменять, нам нужны решительные люди, те, которые хотят бороться за свои права. Нам не нужны рыхлые, якобы сторонники, которые стоят в сторонке и ждут развития событий. Власть своими руками нам помогает, потому что наши вреды вливаются именно те люди, которые хотят добиться изменений и которые завтра выйдут на акции протеста, и которые в итоге добьются вместе с нами перемены. И еще у меня вот такой один вопрос. В Бишкеке задержан гражданин Казахстана Мурат Унгишбаев. Его подозревают за связи с движением ДВК, его арестовали на два месяца, и казахстанские власти просят его выдать, что, скорее всего, и произойдет. Вы знакомы с Муратом Тунгишбаевым, и что вы думаете о его задержании? С Муратом Тунгишбаевым я лично никогда в жизни не встречался, но знаком по его деятельности в социальных сетях. Он вел различные YouTube-каналы, и он мне оказывал помощь, консультировал, как продвигать мой YouTube-канал в социальных сетях. Вот если говорить именно о Мурате Тунгишбаеве. Второе. Казахстан подписал различные международные конвенции, в которых взял на себя обязательства не преследовать граждан за политические убеждения. Собственно, сам запрос Казахстана в Кыргызстан является уже незаконным, хотя бы если взять одну Женевскую конвенцию, которую Казахстан подписал. И подписанка является его Кыргызстан. И Кыргызстан его не имеет права выдавать по этим соглашениям международным, которые подписал и посоединился к Европейским конвенциям. Казахстан не имеет права запрашивать. Вот, собственно, вот такая ситуация. Я думаю, что вокруг этого будет идти борьба. И я просто скажу, что я буду поддерживать Мурата Тунгишбаева. Ухтар Кабулыч, большое вам спасибо. Всего доброго.